Привет, дорогие друзья! Снова с вами Замберус, датамайнер Tempo Royale на реддите рассказал про сюрпризы, которые скрыты в патче 4.4. Теперь понятно, почему патч 4.4 оказался настолько массивным. А по ссылке в описании вы найдете ссылочку на твиттер Tempo Royale, где можно отслеживать все датамайны. Благодаря Tempo Royale мы теперь знаем, что вместе с картой операции Underground мы получим мини-эвент на 4 недели, в рамках которого мы точно откроем 2 пушки и новый гаджет Люфтфауст. Первую неделю мы будем открывать новое оружие Медика, это Джангл Карабин. Джангл Карабин это укороченная версия Ли Энфилда под номером 5. Задание первой недели отыграть 1 раунд на операции Underground, подкинуть боеприпасов или отхилить тиммейтов на X очков за 1 раунд, заработать X очков ревайвами, поддержкой патронами и отхилом, отрывайвить X тиммейтов за 1 жизнь, нанести X дамага, нанести X дамага за 1 жизнь, захватить X объектов, убить X противников, выполнить X приказов, заработать X очков на операции Underground. Простые задания. Награда второй недели на данный момент неизвестна, возможно это будет окопный Карабин С-96. Задание этой недели связано с режимом Firestorm. На третьей неделе мы открываем пулемет Матсона из Battlefield 1. Там большая часть заданий будет связана с режимом Штурм. Задание в стиле отыграть одну катку в Метро Штурм, просто Штурм, поставить бомбу, обезвредить бомбу и так далее. На финальной четвертой неделе мы открываем долгожданный ПЗРК Люфтфауст. Также в рамках датамайна был найден скин для Хэллоуина. Он будет доступен для Льюиса, Стэна, СТГ или Энфилда. Обычного. Скин по цветовой гамме похож на скин Firestorm, но к нему присобачили лезвие от косы. Скорее всего, данный скин будет доступен между четвертой и пятой главой. Будет задонат или нет, пока неизвестно. Также в датамайне нашли элементы приватных игр. Список пунктов меню вы видите в данный момент на экране. Были найдены ID, возможно, нового плейлиста с экстремальной погодой. Ну, например, песчаная буря, которая превращает Хамаду в Марс. Главное разочарование – это отсутствие новой инфы по греческой операции. Когда она будет? Неизвестно. Возможно, она ушла на переработку. Так думает Temporary. В следующем ролике мы поговорим о датамайне пулемета LAD. Помимо играбельной модельки были найдены характеристики пулемета. Но пока что это останки режима 5 на 5. Будет ли он в основном мультиплеере – пока не ясно. Ну и плюс-то я там покажу классный геймплей с нюкой. Думаю, на этом все, ребята. Подписывайтесь, комментируйте, что думаете по поводу новых датамайнов. Стоит им верить или нет. Увидимся с вами на поле боя. Всем удачи, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»